Савной, который перевалил на седьмой десяток и уже скоро 40 лет в этих стенах, происходит по пословице «Век живи, век учись». Ибо я сейчас, конечно, с запозданием в натуре изучаю то, о чем десятилетия твердил студентам по книгам. Убеждаешься, да это и неудивительно, что книжное знание уважительно, разумеется, но никогда не заменит непосредственного общения с памятниками. Потому что даже в описаниях авторитетных ученых, даже в нынешних полиграфически совершенных книгах и альбомах неизбежно что-то выпадает. И выпадает весьма и весьма интересное. Поэтому я сегодня постараюсь сосредотачивать ваше внимание именно на том, что обычно выпадает или на что обращают внимание вскользь. Я мог бы рассказать, конечно, в этом плане и об Египте, и о Греции, включая Крит, Каналовский дворец, о Франции, о Швеции, но лучше уж про Италию. Про Италию, в которой за последние годы я побывал пять раз. Если придерживаться более или менее хронологии, то начинать надо, разумеется, с Рима. Но я позволю себе вечный город оставить в стороне, хотя и там много, оказывается, малоизвестного или должным образом нераскрытого. Я начну с города, которому ровно сто лет назад наш Александр Блок посвятил проникновенное стихотворение. Стихотворение, это цитируют сами итальянцы, похоже, никакой другой поэт. Этот город специальным стихотворением не почтил. Это город Равенна. Продолжение следует... Продолжение следует...